Приветища! Это GoingMidEvil, Мария, Дэниел и Горемыка сегодня с нами. Мы продолжаем выращивать вот эти удивительные грядки с морковкой, редиской капустой и вот это вот у нас брусник, по-моему. Да, а не, красный смородин. Если ты не помнишь, что мы тут делаем, то мы выживаем. Всё началось с Горемыки, он здесь был один в этом поселении, но теперь нас стало трое. И мы выживаем. В общем, Мария у нас тут скучает, у неё прям горе-горе, смотри, что с настроением. Удовлетворена потребность чего? В развлечении. О, она наконец-то поиграла в шашечки и развлеклась немного. Она, короче, что-то несчастна, капец. Ну, в том числе из-за того, что спала на полу. У нас в прошлой серии была перестройка, ей кровати не хватало. Ну, а теперь у нас три кровати, и это круто. Но это не самое главное. Самое главное... О, поселенцы раздражены, это Мария. Э, ништяк. Раздражена это лучше, чем несчастна. В общем, у нас появилась теперь, смотри, чего? Пивоварня. Это ещё одно место отдыха, развлечения, если так можно сказать. Ну, в общем, будем варить медовуху, пиво и прочую всякую штуку. Также, наконец-то, настенные книжки. Книжки теперь, которые валяются у нас вот тут просто на земле, да? И книжки у нас могут портиться, в принципе, как и всё остальное. Теперь будут у нас хранятся... Да, хранятся. Хранятся на книжных стеллажах. Также есть стойка для оружия, это очень полезно. Дэниел, кстати, до сих пор у нас без оружия, надо будет что-нибудь ему придумать. Так, что ещё у нас тут появилось? А, в принципе, вроде бы и всё. Вроде бы и всё. Надо будет это всё сделать. Но! Я решил, короче, сделать, знаешь чё? Вот эту перегородочку убрать, вот эту вот, и сделать одно большое помещение. Потом сделать второй этаж и сделать на втором этаже тоже огромное помещение. А потом третий этаж. И так, короче, расти вверх. Сделать огромную большую базу. Вот. В общем, мы этим сегодня и будем заниматься. Итак. Итак, я думаю, что начнём мы с чего? Кстати, ребята, чё вы тут капусту побросали? Я не понял. Это вообще-то зимняя еда. Куда вы все побежали? Куда вы все делись-то? Э, ребят. Ребята. Ты их видишь? Одна Мария вон на кухне что-то варит. А, куда это вы гоняли? Это кто? Это Гремыка с Даниэлем. А, куда это вы гоняли? Пшеницу, что ли, собирали? А, точно. Наверное, там сено было где-то. Они вот его забирали. Вот и ночь наступила, а ребятам спать уже пора. Но в этот раз они хоть выспятся. Нормаленько. Кроватка такая себе, видишь, из дерева и сена. Сена-то в волосах потом остается, когда ты просыпаешься. Это негодно. Ладно, пускай они ночь поспят, пока не буду разбирать стенку. А днём мы начнём вот это всё ломать и заново делать крышу. Урожай загублен. Ах вы кривожопы, криворукие, криво ноги Дэниэл Игоря Мыка. Ну что ж такое-то? Ну как можно урожай загубить? Чё вы его выкопать просто не можете, что ли? Теперь я точно знаю, кто будет голодать зимой, если случится нехватка еды. Ребята занялись исследованием после моей ругачки с огородом. Посмотрим, сколько у нас книжек. Четыре книжки, а есть всего шестьдесят. Ничего себе мы изучаем, да? Неплохо, неплохо. На самом деле тут огромная куча исследований. Давай посмотрим, что ещё нам потребуется. Значит, изготовление глиняной посуды или что это? Печь для обжига. Ну, наверное, да. Глиняное что-то там. Обтеска каменных блоков, чтобы сделать верстак каменщика и известняковый кирпич. Видимо, чтобы сделать кирпичные дома. Это что? Плавление. А, переплавка железной или медной руды. Оружие из дерева. Вот что нам нужно. Столярный верстак. Обязательно следующим этапом качаем это. Но для этого нам нужно двадцать книжек. Давай теперь посмотрим общую картину мира. Оу, это что такое? Гилл Ройс. Дружественное поселение. Шотсбург. Или Брук. А, Шотсбрук. Вражеское поселение. Лесные разбойники. Нифига себе. Нифига. А я даже и не знал, что у нас тут поселение-то в этом мире. Ну, как бы это логично, да? Что вокруг нас будут враждебные и дружелюбные товарищи. А мы в гости к кому-нибудь можем сходить? Нет, не можем отсюда с карты. Пока рановато нам. Так что... Да. Надо вооружаться. По-любому оружейный верстак нам понадобится. Ребята спят. И это хорошо. Набирается сил. Вот у нас уже и утро. И сейчас мы займемся вторым этажом. Давайте, давайте, ребят. Выходим. Значит, все. Можно вот это все ломать. Вот не то. Вот это, 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 это. Все сносим. А нужно ли сносить? Как ты думаешь? Может... Ну, его не будем сносить? Мы, короче, возьмем лестницу и вот здесь вот ее как-нибудь воткнем. Вот так вот. А, нам плетеная кровля мешает. Покажите нам крышу. Вот такая вот крыша. Надо это все разобрать, ребят. Ну, все. Разлом крыши я устроил. Так что ждем, пока это все разберется. А мы подумаем, куда бы и что как разместить. Ну, в смысле, пивоварню, книжные штолики и шо такое. Так, значит, я думаю, что второй этаж у нас там будет спальня и библиотека и исследовательские столы. Все, красавцы. Потолок разобрали. Ну, в смысле, кровлю. Давайте-ка, ребятки, вот это вот вы уберете. Мария, ты у нас хозяюшка. Организуйте транспортировку на склад. И вот Дэниел что-то куда-то идет. Вот это вот тоже на склад, пожалуйста. Давайте, ребят, пошустрее. А, Мария у нас готовит. Ясно. И вот это вот тоже на склад. И вот это вот на склад. Все на склад, пожалуйста. Уже в работе. Ну, ок. А можно как-то это все вот выделить? Вон хворост. Смотри, сколько хвороста валяется. А, ну это мы крышу разбирали. Ага. Можно вот сразу кучку взять и вот... Нет, нельзя. Дэниел, ну почему ты занялся обучением? Вот смотри, сколько тут мусора валяется. Все это надо убрать, а ты че... Ах. Ладно. Вот, пепель убери хотя бы. Убери пепель. Бистеро. Мистер Приппер. Красавчик. Ну вот, теперь сюда у нас влезет... Прямая лестница. Хотя нет, не влезет. А может и влезет. Ну давай попробуем поставить ее. Дэниел. Поделивай штуку. Так, надо это все-таки убрать. Нам тут мешается хворост. Хворост еще убери и все. Ребятульки. Ну давайте. Вот кожа тут валяется. Мария куда-то побежала. Мария откуда? Для супчика решила травки пособирать. Я сейчас прослежу за ней. Куда она ходит? А, ягоды. Молодец. Ящик с ягодами таскает. Не то, что мужики. Фигней какой-то страдает. Вон, книжки читает. Ох уж эти мужики. Толку от них вообще никакого. О! А вот это что такое? Подожди, это че там у нас за мухи? Это гнилые овощи. Какого лешего они у нас возле разделочной доски? Вы че? Антицентрию решили развести. Но быстро убрали. Шо это за съесть гнилые овощи? Нет, как? Можно это вообще выкинуть? Нам нужна свалка. Свалка, свалка. Где же ты будешь? А вот рядом вот на кладбище с этим чуваком. Сейчас сделаем свалку. Хотя нет, это неправильно. Это не по-христиански. Хотя откуда мы знаем, христиане они или нет? Да вообще это не по любой религии. Нельзя устраивать свалку рядом с какими-то там могилками. Правильно же? Значит, свалка. Эх. Во! Вот здесь вот у нас кости лежат. Тут куча всего. Блин, ну... Да. Пофиг. Пусть свалка будет здесь. Горемыкает. Тащи это все на свалку. Только не на склад. Пожалуйста. Только не на склад. Аааа! Засранец. На склад все утащил. Это не хорошо. Подожди. Не убегай. Так, уберите потолок. Вот так вот. Куда ты это все кинул? Горемыка, стой. Я тебя сейчас замучаю. Если ты сам не соображаешь, съесть гнилые овощи. Да нафига ты их сюда пришел? Нафига тебе их есть? Ты че, дурачок что ли? Просто... Ааа... Как это выкинуть все на свалку? Короче, ладно. Этому гнильцу осталось еще чуть-чуть, и оно просто сгниет и исчезнет. Так что пофиг. Пускай гниет на складе. Главное, чтобы ничего другое не загнило. Что ж, посмотрим, что у нас здесь. Место освободилось. Это прекрасно. Теперь мы можем наконец-то построить лесенку. Вот. Пойдем-ка деревца срубим. Вот у нас тут уже погибшие деревья. Они уже не цветут. Так что им все равно. Но. На лестницу должно хватить. Ух, сколько волков-то тут трется возле нас. Опасно, опасно. А я тут свалку решил устроить. Так, ладно, тогда эту свалку надо убрать, чтобы не привлекать волков. Мало ли, вдруг я туда что-нибудь затащу. Что, построили? Построили второй этаж? Гримы, корич, строительство. Навык достигает уровня 9. Шикарно. Все, второй этаж у нас теперь имеется. Нужно пол застелить. И здесь тоже пол сделать, кстати. Между прочим, начнем полы. Стелить. Пол из дерева. А вот это что такое? Плетеный пол? Ого, из хвороста. Но из дерева-то покруче будет. Выложенные неструганные доски можно отшлифовать, чтобы пол получился ровным. Ага, а это что у нас? Этот пол из прутьев можно использовать как площадку для второго этажа. Ого. А можно мне просто пол сделать? Да вроде можно. Недостаточно разрешенных ресурсов. Дай в топку. Короче, я буду делать второй этаж. Ну, пол второго этажа из досок. Что мы, нищие что ли из хвороста лупить? Ну, там не хвороста. Что это? Плетеный пол. Это вообще, ну, где такое видно? Так, значит, вот пол у нас везде будет на первом этаже из дерева. Царский. И вот второй этаж нам надо застелить тоже теперь. Как бы нам это грамотно сделать? Да. Вот так вот, наверное. Во. Ребята, все, делаем второй этаж. Погнали. А, конечно же, вам дерево надо показать, где рубить. Ну, ну, давай руби вот это вот. Вот это вот все руби на второй этаж. Поехали. Блин, а огородом-то кто будет заниматься-то? Ё-моё. Хотя сейчас только весна еще идет, а огорода навалом. Ну, думаю. Так, подожди. Дэниелу надо... Что у него там? Животноводство и красноречие. Мария у нас ботаника. Вот, с ботаникой будет она, значит, разбираться. Мария. Работа. Мария. Выращивание, значит. Мы делаем тебе в приоритете два. Нет, в приоритете один лучше. И давай мы еще ее сделаем управляющей. Управляющая выполняет базовые задачи, запирает двери, закрывает окна, тушит факелы и тому подобное. Ну, для девочек это вообще надо. Пацаны-то у меня отбиты на голову. Вообще, да. Все, пошла вода горячая. Так, я не понял. Где пацаны? Почему Машка опять рубит деревья? Ох уж эти пацаны-то дрыхнуть пошли. Лентяи. Ну, Дэниел, еще ладно, не лентяй. Ну, эх, Гримыка, разочаровываешь ты меня? Ну, хотя это старенький поселенец. Его можно уважать за то, что он выживал один в суровых условиях. Так что, ладно, простим ему. Дэниел что-то носится, что-то там собирает. Он, видимо, вот бегал за грибочками. И вот тут еще ягоды надо собрать. Что тут написано? Состояние. У-у-у, там уже состояние плохенькое. Надо, ребята, это все подобрать. Вот это вот обязательно собрать. А я, кстати, не обратил внимания, у меня уже второй этаж делается. Гляди. Ты гляди. Ну, прикольно. Че? Че случилось-то? Они какие-то недовольные проснулись. Типа, ну вот, работать. Конечно, Дэниел, смотри, пошли в шашечки рубиться. А Гримыка вкалывает. Ну, все, все при делах, все работают. Отлично. Че раздражены? Че случилось? Кто? Гримыка. Ну, конечно, я бы тоже был раздражен, когда ты пашешь, а другие играют в шашечки. Давай посмотрим, че. После сна на улице. А в смысле, как ты на улице-то спал? Ты на кровати дрыхнул? Че ты мне врешь? Вот же ж. Эх, никому нельзя верить. Вруны кругом. Ну, в смысле, не кругом, а периодически врут. Вот. Что я хотел сказать? О, дождь пошел, а у меня еще крыша не сделана. Хотя бы второй этаж доделали бы. Эй-эй-эй-эй-эй. И книжку, кстати, надо убрать. Мария, выручай. Книгу надо убрать. А Дэниел, иди и забирай. Сколько оленей. Оленей-то на балом. Съесть. Приватизировать. Вот это вот приватизировать. А, не могу. Уже в работе. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Че по настроению у Горемыки? Ну, вроде такое себе. У Машки тоже норм. Это хорошо. Пока живем. Наконец-то ребята хоть огород убирают. А то я переживал, что огород загниет. И все это пропадет. Но нет. Ребята знают свое дело. Грибы, смотри. Прямо вот-вот растут. Ребятишечки, давайте собирать. Грибочечки. Машка. Че, дерева нет? А в смысле дерево есть? Ну, почему вот это не может построиться? Это я не знаю. Че это за значок такой? Недостаточно. А, ну, ресурсы сейчас добудутся. Машунь. Стой, подожди. Убери сено, пожалуйста. И вот это вот сено надо убрать. Так. Ага, молодец. Молодец. Хорошечно. И горе-мыка. Дэниел пошел грибы собирать. А горе-мыка, давай вот это вот. Вот это вот собери, пожалуйста. Че оно? Вот, наконец-то. Все, че. А вот это сено кто будет убирать? Машка. И все убрала. Иди сено забирай. Вот. Красавцы. Молодцы. Грибочки вот эти вот еще не забрали. Лукошечка. Но не страшно. В дожде носится. Как пчелки. Шо у нас там по исследованиям? 14 книг уже. Еще чуть-чуть и у нас будет оружие из дерева. Плавление пофиг, потом с этим разберемся. А вот оружие в первую очередь. Посмотрим, че в регионах творится. Ну, пока что нас окружает миролюбивый товарищ. Это хорошо. Жители измождены. Че ты изможден? Сон тебе нужен? Так иди поспи. Это кто, Дэниел? Убегающий. Убегающий. Агрессивный. Нейтральный. О, еще и можно настроить вот эту штуку. Так, Дэниел. Можно крышу? Хотя крыша и так убрана. Как мне? Как мне уменьшить? Уменьшаем, значит, второй этаж. Вот так вот. Дэниел, иди поспи. Я тебе прям вот разрешаю. Ты что-то прям заработался. О, ботался. Почему я нажал приватизировать кровать? Он все возьмет и приватизирует. Что? Что ты делаешь? Стой! Не разбирай кровать. Не надо разбирать. Ты что с ума сошел? Я говорю, поспи на ней. Эх. Короче, заставить поспать его не получится. Я же отменил разборку. Че ты ее калашмаришь? Ты идиотину. Зачем ты разобрал кровать? В смысле сломал? Просто нет слов. Просто нет слов. Где у нас кровать? Вот кровать. Придется ее заново поставить. А у нас уже почти второй этаж есть. У-у-у, классненько. Ну, наконец-то. Дэниел вырубился. Чуть полквартиры не разобрал. С ума сходил. Ну и хорошо. А еда-то, еда-то. Ты посмотри, сколько еды тут на полу валяется. Нам нужно... Вот стол же есть. Почему на него не складывать еду? Вот я это не понимаю. Гремыка. Навык достигает девятого уровня. В ботанике. Это хорошо. Мария притащила остатки ягоды. Правильно же? Да. Очень классно. Куча кроликов. Но мы уже спим. Хотел на кроликов побежать. Но никак. Мария! Да что ж такое-то! Машка на складе дрыхнет. Эти два... Ах! Ладно. Надо было, чтобы Дэниел дрыхнул на складе. Разобрал свою кровать и... Эх! Одни эмоции. Нет слов. Значит, чё? Значит, чё? Короче, если мы объединяем вот это всё помещение, зачем нам тут две двери? Значит, надо разобрать. А ещё надо сделать окна. Правильно же? Окна. Нам по-любому нужны. Здесь окно. Здесь окно. И можно здесь окно. Я же поставил. Чё-то, по-моему, нифига я не поставил. Дверь разбирается. Отлично. И заделаем этот проход. Вот так вот. Блин! Я совсем забыл вот про вот эту перегородку-то. Ё-моё она. Смотри, какая толстая. Я хотел её уменьшить. Эх! И забыл. И забыл про эту перегородку. И чё? Как мне их теперь убрать? Как мне их убрать-то? Вот эти вот перегородочки. Вот эти вот перегородочки. Вот эти вот перегородочки. Ладно, давай вот эти вот уберём, а те оставим. Вот, ребят, вот это разбирайте, у вас будет куча дерева. Просто огромная куча. А второй этаж у нас почти достроен. Здесь осталось чуть-чуть, тут чуть-чуть. И тут стеночку доставить. Я надеюсь, если они разберут вот эти вот штуки. Ну, в смысле, перегородки, которые я сейчас попросил сломать. То у нас... А, их разобрали, но второй этаж... Всё, ништяк. Всё, огонь просто. Всё, второй этаж у нас есть. Е-е-е-е-е-е. Значит, теперь мы делаем здесь стенки. Стеночки, стеношечки. Я-то немножечко косичнул. Вообще, я прям косичнул нормально так. Смотри, если я здесь поставлю перегородку, вот эту... Ну, в смысле, стенку деревянную. То они с лестницы будут подниматься просто в тупик. Чёрт. Лестницу надо переделать. Э-э-э-эх. Ребята, лестницу разбираем. Надо переделать. Как бы нам грамотно, теперь эту лестницу просто может развернуть. Её в другую сторону. Может быть, вот так. Но как они будут оттуда заходить? давай наверное мы ее поставим вот так нет вот так вот надо поставить а смотри там он вон вон ножки видишь снизу показывать как они будут заходить с какой стороны подожди если я поставлю здесь понятно если поставлю вот здесь они сбоку будут короче ладно лесенку поставим вот так чтоб не переделать крышу а вот это вот окно придется разобрать глядей ребята уже засадили по второму разу капусту у нас капуста уже подрастает морковку заново посадили а вот это что такое овощи сгнили и холодильника то у нас еще нету и смородина тут созрела куча всего у нас куча продовольствия но блин слишком много насадил пусть лучше так будет теперь делаем стенки второго этажа и конечно же конечно же сразу же надо решить с окнами давай окна также сделаем как и снизу чтобы они пересекались оу доступные исследования гаремы к строительства 10 уровень отлично доступные исследования да оружейка оружие а двадцатка нам нужно подождите не копим еще пять книг а кровать то там кстати построили кровать кровать да кровать построили слава богу хотя по моему ее не достроили она чё-то в каком-то странном состоянии требуется солома и дерево кровать еще не сделали почему кровать так значит гримы к ты должен построить кровать слава на кровать из дерева постройку до занимаешься строительством кровать 20 книг на складе вы чё сдурели блин здесь тоже он валяется все до кучи так короче надо на складе сделать пол пол потому что здесь хроники почему-то у нас надо запомнить смотри 73 100 надо число это запомнить и следить потому что здесь хроники валяются в большом количестве у них 95 и 100 но 95 потому что они на полу лежат деревянным а тут на земле и поэтому это не круто 73 все надо а куча разложится через 12 дней а здесь такого нет с хрониками значит тут нужен пол ребята нам крайне нужен пол здесь тоже вот таки анный пол здесь слава богу кровать доделали гримы к прям красавчик я ему поручил он сделал все три кровати есть они теперь будут дрыхнуть и видеть сладкие сны все хотел посмотреть как ребята поднимаются на второй этаж а они-то а вот-вот-вот поднялись отлично они просто до этого строили второй этаж снизу он видишь вам он он у второй этаж снизу строят гримы к и вообще пофиг где строить хоть на небесах вообще не вопрос значит крыша у нас будет из дерева давай вот такую сделаем кровля из дерева прям вот как черепица кажется сейчас мои вот таки чего нехватка смысле смысле почему так длинно не может сделаться я не понял парики у нас по небольшие проблемки дело в том что кровля имеет ограничение по ее длине вот это вот это максималочка но давай вот так вот сделаем тогда чё как какие проблемы а вот так вот можно давай мы тогда сделаем вот так вот хоп 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 так а вот так нельзя потому что нам нужна вот такая вот перегородка значит раз два три 4 5 6 7 и где-то здесь перегородка нужно и вот когда ее сделать тогда у нас крыши должно получиться но хорошо сейчас попробуем все а нам сделали эту балку эту перемычку и теперь давай попробуем сделать кровлю нормально такую длиннющую кровлю да здесь получается но длина не то хорошо тогда делаем своими руками значит здесь вот так вот хопа теперь разворачиваем и с этой стороны тоже вот так вот а еще одна балка нужно но ладненько два еще одну балку сюда и потом вот так вот ох 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 ребята тут красную смородину нас собирали просто кучи 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 а тут кстати они сделали давай посмотрим не вижу не они тут еще пол не на стиле вот сейчас стелят это очень важно что у нас по книжкам 67 состояние но благо теперь они они лежат на полу и вообще все будет хорошо а тут куча гнилья просто навалом боюсь то количество овощей и фруктов и ягод которые у меня сейчас тут лежит на поляне все это пропадет и сгниет так а это вот вот смотри фрукты лежат под крышей на полу и у они не гниют и это очень здорово ребята нам нужно как можно больше ящиков с морковкой капустой и чё еще и редиской затащить сюда чтобы это все не сгнило а то не будет у нас запасов на зиму опа новый поселенец голод на пороге в поселение прибыл макус кости выступали на истощенном теле а волосы выпадали клочьями при взгляде на его жители поселения о торп видели несчастную голодавшую душу на его лице читалось отчаяние и мольба примите ли вы его ну конечно же конечно только единственное я не знаю что у него за способности к вашему поселению присоединиться новое поселение с такими способностями ботаника у него звездочка кузнечное дело кулинарное дело оооо давай принимаем но видишь у нас вон особенности под вопросом короче принять так еще один азиат мукус да у него у вас бородка прикольно Короче, меня спрашивают в коме, как ты понял, что он азиат? А ты посмотри на его шляпку. Соломенная такая шляпка, это, ну, в основном в азиатских странах такие шляпки делали. Хотя, может, я ошибаюсь. Вот, Мукус. Муксус, хочу его все назвать, но он Мукус. Давай посмотрим, что у него за особенности. Где у тебя? Вот, вот это что такое. Кровожадный. Ух ты ж, нифига себе. Мукус нашел свое призвание в борьбе и находится в предвкушении ожесточенной бойни. Хороший боец будет. Морозку. Муксус ничего не любит сильнее кусачего мороза и зимней свежести. Он оживает на холоде. О, это классно, это здорово. Так, значит, Муксус. Фу, блин, Мукус. Работа. Значит, выращивание у тебя в приоритете. Сбор тоже в приоритете. Срезание растений в приоритете. Кулинарное дело двоечка. Кузнечное дело двоечка. Сейчас нам очень-очень нужно собирательство. Так что и выращивание тоже. Потому что у нас до сих пор идет весна. Почему? А где лето? Что так долго все весна, весна? Лето-то когда? У меня тут уже сто пятьсот раз с грядки все позрели, а у нас все весна. Обычно к осени все созрело. О, крыша строится, крыша. Отличненько. Так, так, так. Но крыша должна быть вообще зачетная. Прям классная, классная. Давай посмотрим. О, да. Вот сравним вот такую вот. И вот это вот. Это прям как из черепицы, но все-таки из дерева. Блин, классно смотрится домик. Я бы еще вот это вот все бревно зашпаклевал. Белой шпатлевкой. Но шпатлевки у нас еще пока нет. Мы не изучили. Но надеюсь, что в будущем будет. Все, крыша у нас почти готова. Чуть-чуть осталось. А, в принципе, сейчас походу достроят. И у нас второй этаж теперь есть. Это классно. Да, с двумя этажами теперь будет немножечко сложнее. Потому что надо переключаться между ними. Как-то вот так вот делать это все. Значит, ребят. А, ну уже ночь. Я хотел кровати на второй этаж перетащить. Ладно. Переждем ночь. А следующим днем я разбираю кровати. Разбираю что? Что? Да, в принципе, только кровати и исследовательский стол. На второй этаж надо перенести. А все остальное снизу оставим. А, блин, слушай. У нас же теперь четыре жителя. Кто там? Дэниел пошел на склад дрыхнуть. О, смотри, как они на складе ящики складируют. Это здорово. Прикольно. Молодцы. То есть по три ящика на одну клетку. Это... Я-то думал, что у нас проблемы будут со складом. Но так как они складывают это все, это... Молодцы. Просто похвала им. И хвала. Сколько у нас в доме-то гнилья. Ой-ой-ой, ребята. Еда пропадает. Прям капец. Надо это все выносить или что, я не знаю. Дэниел хавает рядом с гнильем. Дэниел, давай вот это вот как-то на склад все уберешь. Вот. И куда ты побежал? Стой, вот это тоже забери. А, места нет. Что? Лето! Наконец-то пришло лето! Лето стало настоящим благословением для поселенцев, которые наконец-то сбросили теплую одежду. Теперь им предстояло построить подземное хранилище, чтобы все продукты оставались свежими в этом солнечном дне. В смысле? Какое хранилище? У меня склад. Хороший склад. Хранилище подземное. А реально вырыть-то что-нибудь подземное-то? Я даже не знаю. А как вырыть подземное хранилище? Я как бы понимаю, что погреб это важная часть. И на дачах, и в селах погреб это вообще... Особенно если нет холодильника, точнее морозильника, то это нужная вещица. Но я пока не умею это делать. Что последование у нас? 22 книги. Отлично. О, консервирование. Это оно? Что тут у нас есть? Вот это что? Коптильня, коптильня, копченое мясо, полка. О, полки нужны. А как насчет погреба? Есть что-нибудь про погреб? Кулинарное дело, броня. Вот еще есть консервирование продуктов. Это что? Упаковывание еды. Короче, про погреб я ничего не нашел. Оружие я изучил. Открыть. Все. Ну, кстати, смотри, у нас есть добыча. А если я попробую вот тут вот добычу сделать? О, да ладно, он выкопает? Серьезно? Так, так, так. Так, 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 так. Так, подожди-ка. Нифига себе, а я и не знал, что так можно. Давай на складе попробуем вырыть какое-нибудь отверстие. Пусть у нас погреб будет. Хотя нет, я погреб хочу в доме. В доме хочу погреб. Давай ты вначале попробуешь это вырыть где-то здесь. Я просто посмотрю, как это выглядит. Вот. А кого пошлем? Кто будет у нас вырубать? Максус. Максус. Стой, 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 стой. Бери кирку и давай вот это вот делай. Покажи мне свою мощь. Да, лопатами копает, реально. Сейчас, если там будет отверстие, то значит мы делаем погреб. Оу, воу, воу, воу. Воу, воу, воу. И можно, в принципе, туда прям шахту выкопать. Еще раз, смотри, можно там покопать. Ха. Так, сейчас мы этот погреб сделаем, но вначале нужно убрать кровати все. Все кровати разбираем, переносим все это на второй этаж. Исследовательский стол тоже надо разобрать. Короче, решил кровати сделать вот так вот. Это самый оптимальный вариант. Хоп. И здесь. Хоп. И вот. Все, четко. Также нам нужны сразу настенные стеллажи. Как-то они даже не крепятся. А хотя вот, 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 вот. Раз, два, три, четыре. Четыре стеллажа настенных. Где у нас исследовательский стол? Мне он нужен. Вот, стол для базовых исследований. Он у нас будет вот здесь. Я думаю, что стол для нарт нужно перенести куда-нибудь сюда. Вот здесь он будет стоять. Деревянный алтарь Братства Дуба. Или алтарь Воздеяния. Я вот даже не знаю, Братства Дуба или Воздеяния. Давай Братства Дуба мы поставим вот здесь вот. Хотя алтарь дома, да блин, не, нафиг. Все, короче, ребят, давайте, стройте шустрей. Стройте, стройте, стройте. Это очень важно. Давай здесь оставим кухню. А на втором этаже разделочная. Хотя разделочную можно перетащить также на кухню. Почему бы нет? Гаримыка занялся обделкой. Обделкой. Строительством второго этажа. Ну, в смысле, мебель и все такое. Дэниел подключился. Красавчик. Вот это можно тогда разобрать. Проведение досуга. Так я поставил. Я поставил им шашки. Точнее, нарды. Пускай рубают. Кровати готовы. А в смысле, почему? Я только что видел, как нарды построили. Дэниел, у тебя что-то не получилось, что ли, с нардами? Эх. Теперь они точно у нас есть. Уже вечереет, а у нас только одна кровать готова. Ребята, надо срочно кровати доделать. Прямо вот край. Гаримыка. Вся надежда на тебя. Дэниел. Помоги, пожалуйста, Гаримыки достроить. Кровати. Невозможно начать строительство. Недостаточный уровень навыка. Да что ж такое-то. А у тебя? Тоже. Мария. Короче, у нас один Гаримыка только кровати строить умеет, походу, да? Ресурс недоступен для доставки. Это как? Это как? Гаримыка. Надо Гаримыки, короче, работу сделать. Строительство в первую очередь. А, у него и стоит строительство в первую очередь. Дэниел уже присел на втором этаже. Рубает. В нарды. Вторую кровать, пожалуйста, пожалуйста. Надо хотя бы, чтобы два человека выспалось. А то вообще будет край. Гаримыка, ну что ты присел? Кровать-то доделай, пожалуйста. Очень надо. Двадцать два часа. Через час спать будем ложиться. С покиноки. И все, и хана. На полу спать кто-то будет. Ну. Красавчик. Пасибочки. Мария уже прилегла. Гаримыка, давай вот эту вот кроватку сделаешь. И будешь на ней спать. Ты будешь вообще красавчик. О, он сразу с собой притащил и схена, и дрова. Вот это я понимаю, мастер. Дэниел празднует свой двадцать восьмой день рождения. У-у-у, красава. Вечериночку закатим. И только даже не выпить нет, ничего. Ну, короче, в честь тебя я не сделал тебе кровать. Будешь спать на полу. А, нет, это Дэниел. А, нет, Дэниел уже прилег. Гаримыка, значит, на полу спит. О, про этот стол забыл. Сейчас, значит, Дэниел исследует. И все, разрушить его. Разрушить. А полочки-то, полочки кто будет строить? Ребят, полки нужны прям капец как. Разобрал. Молодец. О-о-о, полки для книжек. Ура, 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 ура. Они у нас теперь есть. Шикарно. Книжечки все надо сюда перетащить. Короче, у нас транспортировка, знаешь, что это такое? Я Дэниел назначил это дело. Это черная работа, перенос ресурсов и предметов с места на место. Короче, у нас ответственен за это Дэниел. И помогать ему будет Гаримыка в этом трудном деле. Книжные полки у нас заполняются. Красота-то какая, а? Красиво. Переносите книжечки все сюда. Со склада тоже их забирайте. Молодцы. Но у нас теперь тут уютненько. Вообще хорошо. А может быть на втором этаже не нужно факелы делать? Хотя нет, факелы я где-нибудь вот здесь вот воткну. Один. И нам этого будет достаточно. Просто у нас второй этаж это зона сна. И мне что-то как-то не очень хочется тут много света делать. Вот здесь факел поставим. И вот где исследование. Вот здесь вот факел воткнем. И все. Нам этого достаточно будет. Забавно смотреть, когда ты убираешь крышу и стенки. Вот эти персонажи как будто в воздухе висят. На самом деле они на втором этаже изучают там всякие исследовательские темы. Значит, на втором этаже нам нужно вот эту штуку. Разделочную штуку. Перетащить вот сюда. Вот тут вот отлично будет ей. А этот раздел еще все. Его разобрали в принципе. И тут мы будем сейчас сделать погреб. Погреб, погреб, погребок. Ну, давайте копать здесь. Вот так вот копаем вниз. Там будет лестница. Отсюда туда. Посмотрим, как это будет выглядеть. Морковь догнивает на складе. Черт, у меня склад там весь битком уже. И еду сюда таскает. Ну, конечно, молодцы. Молодцы. Может, все-таки на складе сделать погреб? Нафига он мне дома? Ну, в смысле, как нафига? А на зиму что? На склад бегать? Не, давай в доме лучше погреб сделаем. Он будет тоже большой. Даже больше, чем этот склад. Так что, ребят, кто-нибудь выкопайте вот этот вот участок. Гремык. А, Гремык и все таскает. Все таскает. Гремык и хватит таскать. Есть важное дело. Иди копай. И здесь тоже, и здесь тоже. Так, пол он сломал. И начинает... А, Макус подключился. Чего? Арестант? Томас постоянно оглядывался по сторонам. Накрывавленные волдыри на щиколотках выдавали в нем заключенного в бегах. Так, укроете ли вы его у себя? Возможно, его ищут. О, и что он тут нам показывает? У него ближний бой, типа, хороший должен быть. Ммм, красноречие у него вообще фигня. Но за то животноводство у него огонь, типа. Вся проблема в том, что у меня нет животинки еще. Но минус всего этого, что, возможно, на нас нападут через пару дней три лесных разбойника и два лесных разбойных лучника. Ммм, да ладно, возьмем, че. Всех принимаем. Томас, привет. Я рад тебя видеть. Давай показывай, че там у тебя. Пропойца. Что это такое? Очень быстро напивается. Один глоток, и его тут же начинает клонить в сон. Ясно. Хорошо, что у нас еще нет пивоварни. Невежа. Он заносчив и нетерпелив. Можно даже сказать, груб. Томас человек, с которым тяжело работать и еще тяжелее подружиться. Ну, если что, мы его сдадим. Отдадим обратно разбойникам. Как бы. Подумаешь. Правда, нам нужна еще одна... О, Томас, 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 Томас. Давай-ка ты поможешь нам сразу достроить вот эту кровать. Ммм, недостаточен уровень навыка. Так, Горемыка. Надо достроить эту кровать. Прям край. Прям вот очень надо. Ага, Горемыков на все начхал и пошел это... Ягоды собирать. Значит, нам нужна еще одна кроватка. Прям кроватище. Тебе ее воткнуть только я вот... Вот, вот. Давай вот так вот и поставим. Ну, да. Наше поселение, конечно, разрастается. А что у нас с погребом? Подождите. Погреб мне покажите. Че? Чуть-чуть вот прокопали. Еще вот... Немножечко надо еще прокопать. Максус копает. Блин, Макус. Максус. И туда надо, наверное, лесенку спускать, да? Ааа, блин. Угу. Если я буду копать вот здесь вот, то, соответственно, нам еще поглубже надо копать. Еще поглубже. Так, хорошо. Мы ставим туда лесенку. Вот. Надо ее развернуть только. Вот так вот. Лесенка вниз. Теперь еще ниже спускаемся. Вот она, эта лесенка. И надо бы еще пониже, получается, копать. Под домом, получается. Вот это вот надо копнуть. Ну, давай, короче, вот так вот сделаем. Хоп. И вот сюда это все дело пошло. Посмотрим, что они сделают. Получится, не получится. Кто-то уже спать лег. Где попало? Дэниэл, почему ты спишь в книжках? Скажи мне. Кстати, книжные полки у меня... А, нет, еще не забиты. Это хорошо. Враги близко. Через 23 часа они нападут. Вот так вот. Ну что ж, я думаю, что пора закругляться. Переделали кучу дел. Еще и погреб начали делать. Я даже не знал, что тут такое можно вообще. По всей видимости, и шахты мы сможем потом делать в будущем. Короче, игруха очень крутая и разносторонняя. Если тебе нравится, то не забудь поставить лайк. Это очень важно для продолжения этой игры. И подпишись, если ты еще не подписан. А на сегодня это все. Пока. Увидимся в следующей серии. Продолжение следует...